...сками округа не зарегистрированы. По информации ГУВД столицы, обстановка в городе намного спокойнее, чем в первые дни после введения комендантского часа. Среди задержанных силами правопорядка, как сообщается, в основном за административные правонарушения и нарушения комендантского часа минувшей ночью. О динамике снижения напряженности в Москве свидетельствуют и данные по обстановке в последние двое суток. 8 октября в столице зарегистрировано более 8 тысяч правонарушений. 9 октября этот показатель составил менее 6 тысяч, а прошлой ночью менее 5 тысяч. Обнадеживающая статистика. Если так дальше пойдет, дней через 10 правонарушений и вовсе не будет. Хотя это вряд ли. Новый генеральный прокурор России в беседе с нашим корреспондентом опроверг слухи о жалобах некоторых узников Лефортова на свое состояние здоровья и о том, что им отказывают якобы в медицинской помощи. Главное прокурорское кресло, несмотря на весьма высокий свой уровень, никогда не было сахарным и тем более теплым. В нашей истории от него всегда веяло скорее холодом, чем теплом. И тем более, когда это кресло предлагается в такой жесткий и даже жестокий период истории России. Сразу же после назначения Алексея Казанника люди с хорошей памятью расценили это назначение как благодарность президента за услугу, которую Алексей Казанник оказал Борису Ельцину на его пути к вершинам власти. На первом съезде народных депутатов СССР Борис Ельцин не был избран в Верховный Совет. И тогда депутат из Омска Алексей Казанник вновь поднял этот вопрос. Он снял свою кандидатуру в пользу Бориса Ельцина. Я принял, на мой взгляд, единственное правильное решение о том, чтобы в Верховном Совете СССР, а точнее в Совете Национальностей, работал Борис Николаевич Ельцин. Съезд поддержал Алексея Казанника. Вряд ли это была услуга, потому что в тот период Борис Ельцин не был еще господином. Он находился более в опале, чем в фаворе. А биография преподавателя-юриста из Омского университета нигде не зафиксировала ранее взаимоотношения Бориса Ельцина и Алексея Казанника как господина и слуги. У нас же сегодня есть возможность всмотреться в лицо человека, пришедшего на покурорский пост, ограничившись лишь единственным утверждением. Президент России не забыл того поступка профессора Алексея Казанника. А теперь, как говорится, дело прошлое, но все же, что вами двигало в тот момент? Знаете, это действительно дело прошлое. И я думаю, что, может быть, не стоит возвращаться к этому, а двигало мной только одно чувство справедливости. И я всегда реагирую там, где нарушается законность, где нарушается справедливость. И в то время я считал, как и теперь считаю, что Борис Николаевич Ельцин был более достойный, чем я. А у меня такое семейное воспитание. Уступи дорогу более достойному. Чем вы занимались до своего нынешнего назначения? Последнее место работы у меня заведующий кафедрой государственного и муниципального права Омского государственного университета. Но в последнее время жить на зарплату профессора было очень трудно. Поэтому многие ученые, они искали где-то еще побочный заработок. И я работал еще председателем комитета по делам национальности, религии и общественных объединений администрации Омской области. Вы дали согласие на должность генерального прокурора сразу или... Мне ведь и раньше поступало такое предложение. Еще до назначения Степанкова. Надо сказать, хорошего профессионала. И я тогда отказался. А теперь сложилась такая ситуация, что мне пришлось принять решение исключительно быстро. И в общем-то я это предложение даже не обдумывал, что для меня совершенно не характерно. Вы пришли сюда со своей новой какой-то командой или... Я пришел сюда не ломать, а сохранить достигнутые и, может быть, немножечко поучаствовать в строительстве. И поверьте мне, что я не тот человек, который может рубить все с плеча. Добрый совет, хорошая помощь для меня теперь самая важная. Какие политические симпатии у нового генерального прокурора? Я хотел бы рассеять всякие сомнения. Я не представитель ни президента, ни бывшего Верховного Совета, ни бывшего съезда. Я представляю только закон. Мы будем руководствоваться известным принципом деятельности прокуратуры, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности. И в то же время ни один невиновный не был привлечен к этой ответственности. Алексею Казаннику 52 года. Его жена-врач, старший сын-электросварщик, младший, учится в школе. У меня замечательная семья. И надо сказать, что вот когда я поработал здесь немножечко, в отрыве от семьи, я скучаю. А теперь пора сказать об уроке первом, из тех, что преподали нам события недельной давности. Это сейчас легко и просто изъявлять свои верноподданнические чувства победившему президенту и проклинать главарей мятежа. А тогда? Не заворочился ли червь сомнения в душах антируцкистов? Не засомневались ли антихазбулатовцы? Не задумались ли вдруг напуганные Макашевским натиском начальники обязаны по долгу службы защищать Москву? А чья возьмет? А что если тех? Ведь кто-то же фактически сдал столицу с ее мирным населением, озверевшим штурмовикам почти на целую ночь. Если так, то полезно посмотреть, кому они чуть не сдали ее насовсем. И мы, легковерные и жалостливые, тоже посмотрим. Только что закончилось последнее заседание съезда. Пачками принимаются решения. В президиуме царит Воронин, руководя спектаклем для кучки иностранных журналистов. А за занавесем президиума принято решение. И мне в этом последнем интервью врут. Смотрите сами, здесь ничего не убавишь и не прибавишь. Я боюсь, что вот это противостояние выльется в большую кровь. И мне, как русскому человеку, этого очень не хочется. Понимаете? Мы все должны будем встать по какую-то сторону баррикад. Вот как вы думаете, у меня есть желание, чтобы была кровь? Сегодня очередной вождь, кандидат в члены Политбюро, пытается установить единовластную диктатуру, фашистскую диктатуру. Если тогда диктатура была идея, то сегодня диктатура мафии. Возможно встреча. Ельцин, Рудской, Хазбулатов. В ближайшее время. Вы знаете, я вам откровенно могу сказать. Я этого человека после того, сколько набито людей, вообще видеть не хочу. Будучи президентом, скажем, представим себе, вы бы отдавали такие приказы? Да вы знаете, мне даже стыдно, что вы мне такой вопрос задаете. Понимаете, нет такой идеи, за которую можно было бы бить или убить человека. Нет, ее не существует в природе. Часто мною пугали, кстати, по телевидению. Вот диктатор, Рудской, военный, генерал. Да у меня совесть есть, у меня есть честь, у меня есть достоинство. Молодежь, боеспособные мужчины, Вы здесь, в левой части, строятся формировать отряды. И надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Ура! Есть элемент трусости, есть элемент молчаливого согласия, есть элемент раболепства. Раболепства. Настоящие журналисты, вон, вчера вот в Политбюро вид программы уходят люди в отставку, подают в отставку, потому что не согласны с подобными заявлениями. Почему не дают Сидорову, Иванову, Петрову? Одни и те же рожи. Одни и те же рожи что-то вещают и постоянно говорят. Вот они такие рассекие и все прочее, прочее. Да какие мы рассекие? Я сегодня подошел к мальчику, мальчик стоит, 19 лет, с этим щитом в каске, все прочее. Я говорю, слушай, мальчишка, сколько тебе лет? 19. Я говорю, вот у меня младшему сыну стойко. Ты говорю, меня бы стал бы бить палкой? Нет, вас нет. Сейчас нужно остановить людей, не дать пролиться большой крови. Я собрал двух наших журналистов, первый канал, второй канал, четвертый канал, трех вернее собрал. Собрал иностранных тележурналистов, повел их в Рушпарк, показал, как хранится оружие, показал методику выдачи этого оружия, кто имеет право получать это оружие. Все в соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы. Все это все увидели. Показал, что вот 12 автоматов, это внештатный автомат. Присутствие всех передал их гончару, под роспись и все прочее. Он вчера говорил, что он вывез свою машину. Да, а остальное все оружие, оно все табельное. И все это оружие получается в соответствии, еще раз говорю, с уставом гарнизонной и караульной службы. Те люди, которых держат сейчас войска, если они действительно пойдут и устроят погром сегодня ночью, вот кто за это будет отвечать? Как их остановить? Так вот, поэтому я еще раз говорю, дело в том, что Ельцин, его подручные вот эти министры, они должны понять, все равно же они будут отвечать перед судом. Поэтому важно, чтобы они не дали преступный приказ. А если отдадут преступные приказы, чтобы не шли сюда убивать людей, чтобы не шли сюда убивать нас и наших сотрудников, которые здесь сидят и ждут. А вот тот отдел охраны, который у нас существует, здесь охраняет нас так, он же только для оборонительных целей, это же чисто охранные функции. Ясное дело, что отсюда никаких выстрелов раздаваться не будет, это же всем понятно. Вот здесь какие-то засели боевики. Откуда они появились? С какой стати? Ну, сами по сути. То есть вы считаете, вы опровергаете информацию, что есть здесь боевики из Приднестровья и Запхази? Господи, какие боевики? О чем вы говорите? Десять раз уже учли это оружие. Все они зачислены исполняющим обязанности президента в регулярные части. Рудской проверяет, уже установлен контроль. Здесь ни одному человеку, гражданину опасности не исходит. Вот последнее ваше указание, которое вы дали людям, работающим с теми, кто стоит за баррикадами. Вы имеете в виду, чтобы шли больше, выступали против этого режима? Да, ваши личные указания. Ну, во-первых, не указания, а не указания. Ну, просьба. Просьба есть так, к советам, к гражданам, чтобы действительно выражали свое мнение. И смотря на мое личное, конечно, неприятие полное этого человека, во имя интересов дела я встречусь. Однозначно. Александр Владимирович. За мной же не просто я, Хасбулатов, так, со мной же страна, интересы миллионов людей. Александр Владимирович. Я думаю, что он тоже пойдет навстречу. А как же, мы не имеем права рассуждать личными категориями, субъективными, хочу-не хочу. Выйдя из Белого дома и дойдя до американского посольства, я позвонил в редакцию и передал, что русской Хасбулатов готовы встретиться с Ельциным. А в это время почему-то по площади Восстания от баррикадной улицы уходили войска, оставляя перед теми, кто уже получил приказ на штурм мэрии Останкина, безоружных милиционеров. Второй урок, преподанный октябрьскими событиями, его не сформулируешь, но он особенно горек. Кажется, впервые за многие десятилетия так серьезно и так решительно вмешалась в политический конфликт в России наша православная церковь и не смогла спасти ее от кровопролития. Отстраненности от событий так потрясло их все происходившее в Москве. 4 октября практически единственным достоверным источником информации для граждан России о том, что же происходит в их собственной стране, была американская телекомпания CNN. Прямая трансляция событий велась с крыши дома, в котором находится бюро этой компании в Москве и из здания американского посольства. Таким образом, небольшой коллектив, умещающийся в шестикомнатной квартире на Кутузовском проспекте, выполнил работу двух наших общенациональных телесетей Останкино и российского телевизора. И, к сожалению, главная причина этого не столько в техническом превосходстве американцев, сколько в отсутствии у них сложной бюрократической системы согласований и в обычной профессиональной реакции на происходящее. Но это был отнюдь не бесстрастный репортаж. Во время прямого эфира комментаторы CNN не скрывали своего ужаса и изумления перед происходящим. Говорит шеф бюро CNN в Москве Стив Херст. Очень многие вещи действительно выглядели невероятно. Мы были удивлены, как такое огромное количество полиции не смогло или не захотело справиться с агрессивной толпой. И просто вопиющим фактом выглядит то, что этим людям дали возможность проехать через весь город Костанкино, которое в тот момент практически никто не охранял. До сих пор мы не получили ясного ответа, почему с таким запозданием в городе появилась армия. Потом я думаю, что если что-нибудь подобное произошло бы в другой стране, то на экране телевизора обязательно появлялись бы люди из правительства и военные с объяснениями, что происходит и что делается для прекращения насилия. У вас этого не было. Во-вторых, и сегодня многое тоже не ясно. Мы практически не можем получить из ваших газет и телевидения информации о том, как реагирует на случившееся остальное население вашей огромной страны. Очень мало сообщений из других регионов. Хотя именно сейчас существует огромная потребность узнать, что думают остальные 150 миллионов русских, кроме тех 9, что живут в Москве. Я не хочу обвинять в случившемся ни одной из сторон. Таких обвинений у вас более чем достаточно. Но я думаю, что прежде всего произошла огромная трагедия для России. В советский период ваше государство совершило слишком много насилия против личности. И сейчас вы опять переступили грань, за которой насилие может стать нормой общественной жизни, потому что теперь его очень легко оправдывать. Вы видели, как прекрасно работали наши коллеги из CNN, благодаря которым весь мир видел события, то, что у нас творится. Когда же мы будем рассказывать о том, что происходит у нас дома. Мы приложим все усилия к тому, чтобы и наши телекомпании могли вести такие же репортажи, как CNN. Потому что не занимать ни таланта, ни решительности, ни самоотверженности нашим журналистам. Единственное, чего у них не хватило в этот день, такой аппаратуры, как у CNN. Была бы такая аппаратура, и мы бы на весь мир вещали. как вы собираетесь поддерживать государственное телевидение или курс первого вице-премьера на создание каких-то независимых все-таки частных телевизионных телевизионных... Относительно журналистов, которые отличились в эти дни, и вы говорили о других, которые примазались к победе. Что вы имели в виду? Видите ли, я не говорил, что примазались, я говорил о том, что появилось много псевдогероев уже и много особенно толкователей, как происходили события. Причем люди толкуют, которые были далеко от этих событий. В отношении цензуры, она вроде бы снята, а вроде бы осталась, что касается карательной. Вы понимаете, эта цензура предусматривается законом о чрезвычайном положении. И комендант района, в данном случае генерал-лейтенант Куликов, который комендант от Москвы сегодня, обладает правом карательной цензуры. Если в каком-то издании появились прямые воззвания к свержению государственной власти к розжигу национальной розни и так далее, он просто имеет право арестовать этот тираж. Он же имеет право ввести и предварительную цензуру. Предварительную цензуру мы договорились не делать сразу же. И на коллегии Министерства печати информации приняли решение, которое не устанавливает такую цензуру. По этому поводу выступил вполне определенно президент. Он сказал, что даже такие резкие события, которые сегодня произошли, не позволяют ему, как президенту, посягать на свободу слова и вводить предварительную цензуру. Что касается запрещенных изданий оппозиционных, начинаются выборы, а какие же выборы без оппозиционной прессы? Да, это справедливо. Но дело в том, что оппозиционная пресса, та, которую закрыли, она не является в данном случае оппозиционной. В данном случае она является уголовно наказуемой. Дело не в журналистах, которые там работают, дело в руководстве этих редакций и так далее. Это действительно уголовно наказуемый. И комендант района чрезвычайного положения в соответствии с правом данным ему законом представил в Министерство юстиции материалы, по которым эти издания закрыты. Мы сегодня в Министерстве печати информации готовим на дальнейшую подачу в суд. И, естественно, закончится комендантский час, кончится чрезвычайное положение. Вопрос об этих изданиях будет решен в судебном порядке, и они будут закрыты, как уголовно наказуемые за те деяния, которые они произвели. Это не значит, что нельзя учредить на этом месте другие издания или с тем же названием, или с каким-то другим. Это все будет решать суд. То есть правда закрылась навсегда? Скорее всего, что навсегда, так как вот, как таковая правда, которая она была в эти дни, третьего, четвертого. Я думаю, что такой правды больше не будет никогда. Неделю назад этот газетный киоск оказался под перекрестным обстрелом. Пули и огонь не различали политической направленности газет. Часть из них, спустя короткое время оказалась убита запретом на их издание. Остальная пресса оказалась тяжело раненой цензурой. 6 октября цензуру сняли. Правда, руководители газет в тот же день предупредили, что в случае отсутствия так называемой самоцензуры могут арестовать весь тираж. Действительно, цензура – это не обязательно прямое вмешательство. Она может проводиться и косвенно, например, через экономику или административное переподчинение. И потом, где гарантия от субъективного подхода к тому или иному конкретному материалу? Разве точность информации не первейшая обязанность работника журналистского цеха безо всякой самоцензуры? Наконец, запрещенные издания, хотя и выходят в Москве, но имеют хождение по всей России. Не означает ли это введение чрезвычайного положения, пусть лишь по отношению к прессе, на всей российской территории? Вопросов пока больше, чем ответов. Прояснить некоторые из них мы решили у коллег в редакции «Известий». Первое. Когда начинается цензура, кончается демократия. И никто не должен в этом смысле обманываться. Второе. Тот, кто вводит цензуру, боится, напуган, не уверен. Третье. Ситуация в российской прессе и в России и в общественном сознании такая. Весь свежак выдали и всё. Потому что следующий эфир будет ломовой, судя по всему. Если всё приедет. Нет, пожалуйста, не надо опровергать, я умоляю. Лучше стоять, чем на коленях, Миша, я умоляю. Охренеть. Чего? Старичок, старичок, то, что мы нормально работаем, видит весь мир. Ради Бога, я тебя умоляю. Застопка, давай, телеканал «Россия». Галерия российской телевидения, российская телевидение в прямом эфире. Внимание на первый ход. Мотор. Здравствуйте, уважаемые зрители российского телевидения. Мы вновь в эфире с экстренным выпуском программы «Вести». Несколько часов назад завершились переговоры представителей президента и парламента. С президентской стороны присутствовал первый бицепремьер правительства России Олег Сысковец. Количество пострадавших уточняется. По предварительным данным числое приближается к 150. Однако эта информация далеко не полная, потому что врачи сейчас спасают тех, кого еще можно спасти. Иными словами, в эти 150 не включены уже погибшие люди. Тебя даем.